Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем писать лайки как ВКонтакте, то есть социальную сеть. И сейчас мы посмотрим, как Джанго работает в Саякс. Это видео для участников школы, для тех, кто начал с этого видео, информация будет в конце видео для новичков. Итак, ребят, смотрите, по сути дела нам надо достигнуть чего? Вот мы щелкнули, лайк добавился, при перезагрузке страницы у нас появится профиль, кто лайкнул, да? То есть все работает. Но сам лайк, сам лайк мы получаем без перезагрузки страницы, то есть используем Аякс. Но мы еще используем и Джекери. Сначала отвечу на вопрос, почему в уроках мы очень подробно разбираем курсы. То есть в самих курсах мы разбираем код. Код. И очень-очень подробно. Я просто очень рассчитываю и объясняю очень подробно, чтобы показать вам всю эту простоту и точку входа. То есть именно мы входим в Джанго, Аякс, Джекери, именно в связке Джанго, чтобы у вас было за что зацепиться и откуда разевать. А сейчас перед тем, как мы продолжим, закончили мы на декораторе на прошлом курсе по JSON. Сейчас давайте рассмотрим теорию, чтобы было это понятно. Итак, по сути мы будем совмещать Джанго, Аякс, Джекери, HTTP запросы. Как это все связано. Итак, пишем. По сути дела у нас перед этим мы с вами писали представление. Сейчас, секунду. То есть писали представление контент лайки, да, где и разбирали полностью само представление Джанго на языке программирования Python. Кроме этого мы написали декоратор для использования только формата JSON и декоратор использовали, чтобы принимать постзапросы. По сути дела представление, которое будет работать с базой данных MySQL или другой, то есть сохранять то, что нам нужно. Я преднамеренно разделил MySQL и сервер, просто чтобы было проще, хотя все это находится, грубо говоря, на сервере. Но теперь вот в этом курсе 20-м мы будем использовать Аякс. И теперь принципиально, что он будет делать. Код, как я говорил, разберем в курсе. Что делает у нас Аякс? Только канал. Только трубопровод. Только канал. Канал передачи. Канал передачи. Канал передачи. Смотрите. Мы в этом курсе что должны сделать? Во-первых, установить сам Аякс. Мы будем просто брать библиотеку по HTTP ссылке и связываться. В дальнейшем вы захотите, как мы делали с Bootstrap, сможете установить локально и брать данные у себя. То есть установить наше первое. Второй момент. HTTP запросы. Здесь за нас все сделали джанго-разработчики. И нам надо всего лишь разобрать и скопировать. То есть давайте проследим дальше. Кода пока не будем касаться. По сути дела, Аякс для чего надо? Это асинхронный JavaScript, чтобы обеспечить передачу данных без перезагрузки страницы. Грубо говоря, лайкнул, лайк появился, страница не перезагружалась. Отлично. То есть Аякс у нас трубопровод. А пусковой механизм, пусковой механизм, механизм, у нас будет библиотека jokery. То есть здесь мы тоже всего лишь установим jokery. Это база html. Ведь именно так как мы можем работать с Аяксом с разными страницами, поэтому само собой основные настройки лучше поместим мы в базу. Это понятно. А вот сами функции jokery мы будем располагать в файле детайла html, который и будет брать те переменные, которые мы указывали в представлении в нашем vif. То есть имя оперировать и указывать конкретно джанга, что получить, что получить там клик, картинку и так далее. То есть сейчас важно уловить, что мы будем Аякс и jokery использовать, при этом Аякс мы будем использовать всего лишь как транспортировочный канал, которому четко пропишем, какие http запросы он будет делать. Но здесь от джанга очень важная вещь, с которой мы разберемся и разберем сам код, что нам надо защита. То есть есть определенные запросы, я вам подготовил все ссылки, кто этого еще не знал, чтобы вы дальнейшее продолжили изучение. Есть запросы, которые передаются, они безопасные. Но что нам делать, если запрос не имеет статус безопасного? Вот здесь нам поможет джанга, которая установит CRF токен. То есть и тогда другие запросы, которые не считаются безопасными, будут передаваться через ключ. Здесь нам именно поможет именно и jokery, которая будет запускать этот механизм, хранить эти ключи. И второй момент jokery будет у нас руководить. То есть в нее мы будем прописывать функцию и вписывать данные, которые мы писали раньше в представлении, в представлении на языке программирования Python. И указывали, и вот эти параметры мы будем в функции jokery. То есть поняли, да? На самом деле, если разобраться, несложно. Что мы будем использовать? Теперь я добавлю два дополнительных видео сюда. Теперь информация для тех, кто начал с этого видео, да? Для новичков. Ну, во-первых, для начала. То есть в данном курсе, когда мы уже объясняем, здесь уже надо знать Django. Поэтому начало Django на сайте spbeteretut.ru, где мы знакомимся с Python, Django, делаем первые шаги, то есть изучаем. Там уже продолжение. Но будут ссылки на этот сайт и на этот, где курсы. Но я добавлю еще два видео, чтобы вы себе напомнили. И это видео будет следующее. Во-первых, вот это видео 17-й курс. Вспомните его, где мы рассматривали вообще общую схему работы Django с AJAX. Ну и для совсем новичков добавлю видео. Добавлю видео. Вот это. То есть ваш план изучения языка программирования. По сути дела, например, Python, Kotlin, но так изучается любой язык программирования. После просмотра видео у вас должен быть четкий план, как я буду изучать язык и почему у меня получится. Ответ на вопрос. То есть все здесь я разъяснил. Ну, новички поняли. Все ссылки в описании видео. Ну, а для участников школы вот это посмотреть. И сейчас в курсе мы это будем разбирать в коде. Еще раз повторяю. Ребята, я очень рассчитываю, что вы вот внимательно посмотрели, и мы разберем код, чтобы для вас не было страха. Должна быть согласен некая точка входа, потому что, когда я, помню, столкнулся, и Аякс, и Джокерри, и Джанго, и как все это совместить. Но если четко разбить все по ролям, то все понятно. А сам Аякс, сама Джокерри, они простые. А вот работа совместно с Джанго, то тут, конечно, надо объяснять, вызывает сложности. Вот этот механизм, который мы сегодня будем рассматривать в уроках, он типовой. Здесь и думать ничего не надо. Здесь просто надо понимать, потому что, на самом деле, совершенно не важно. Для этого трубопровода Аякса сейчас он будет пропускать через свой канал клик, или картинку, или что. Поэтому принципиальный механизм надо просто понять. А меняться у нас будет только в будущем функции. В представлении, допустим, в одном случае мы хотим извлечь картинку, в другом случае получить клик, в третьем еще что-то и Джокерри. Хотя сама функция тоже принципиальная. Там особо ничего не меняется. Вы будете менять только свои какие-то ключи со словарей, которые будете вставлять в Керри. Ну и, возможно, какие-то там другие действия. Но в любом случае я рассчитываю на то, что вы перестанете бояться вот этой вот компоновки Аяк, Джокерри, Джанго, и это будет точкой входа, откуда можно будет расширять ваше познание. Поняли меня, да? Услышали? Ну что ж, отлично. Для новичков еще раз повторю. Начало изучения Джанго на сайте spb.ru.ru. Все ссылки есть в описании видео. Спасибо за доверие. Все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!